Совсем немного времени остается до наступления Нового года и достаточно длинных 11-дневных новогодних каникул. Массовые мероприятия, елки, праздничные представления, гуляния лобницы в городском парке, на площадках во всех микрорайонах города – все это требует особого внимания со стороны соответствующих организаций обеспечения безопасности горожан. 17 декабря состоялось совместное заседание комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Ловня и Ловнинской городской антитеррористической комиссии. Вел заседание глава города Николай Гречишников. Если мы будем бдительны, предусмотрительны, значит, все у нас будет нормально. Я к этому вас всех и призываю. Обязательно, чтобы не расслабляться. Любой праздник для нас – это как раз время дополнительного сосредоточения нашего внимания. Были рассмотрены несколько вопросов. Об обеспечении пожарной безопасности на территории города в зимний период и в период подготовки и проведения новогодних и рождественских мероприятий выступил Денис Березин, начальник отдела по надзорной деятельности по городу Ловня. В частности, он подчеркнул, что все средства пожаротушения должны быть в рабочем состоянии. Гирлянды проверены. Для запуска новогодних салютов определены места. Для нас всегда праздничные мероприятия – это период наиболее ответственной тяжелой работы. Мы совершаем много рейдов, беседуем с населением по местам проведения новогодних праздников, торговли пиротехникой, разговариваем, разъясняем, чтобы праздничные мероприятия не обернулись для нас пожарящими, пепелищами, фейерверками именно пожаров. Поэтому хотел бы всех предупредить и оградить от этой беды, никогда не забывать то, что пожарная безопасность нужна и необходимая составляющая наших праздников. И хотелось бы, чтобы и у вас, и у нас праздничные дни прошли как можно спокойнее. От лица пожарной охраны города Лобня поздравляю всех лобниц с новогодними праздниками и Рождеством Христовым. Желаю всем добра, тепла, уюта от домашнего очага, а не от пожаров. По второму вопросу о дополнительных мерах по обеспечению общественной безопасности при подготовке и проведении новогодних праздников доложили руководители правоохранительных структур. Уважаемые жители города Лобня, отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу Лобня от всей души поздравляет вас с наступившим Новым годом, желает здоровья, счастья, всего самого наилучшего в Новом году. Несмотря на то, что все праздники отдел полиции работает в усиленном режиме, ваша безопасность зависит только от вас, поэтому берегите себя и своих близких. С сообщениями о планируемых мероприятиях и обеспечении безопасности горожан при их проведении выступили представители Управления культуры, образования, здравоохранения, спортивных учреждений. Об антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения в этот период комиссии доложили руководители – жилком сервиса, теплосети, электросети, водоканала, газового хозяйства, управляющих компаний. Дорогие жители города Лобни, хочется всех поздравить с уходящим 2014 годом и с наступающим 2015 годом. В 2014 году были проведены большие работы по техническому обслуживанию жилого фонда. Хотелось бы, чтобы в 2015 эта работа была совместной. Работу предстоит очень много. Самая основная работа – это выборы с председателями советов дома, с которыми мы должны работать в тесном контакте. Я думаю, что все у нас получится, если мы будем всегда понимать друг друга и работать вместе. Поэтому всем поздравляю с 2015, здоровья всем, удачи, благополучия и всего вам самого-самого доброго. Пусть этот год принесет вам только удачу. Без внимания комиссии не остались вопросы состояния противопожарного водоснабжения гидрантов. На заседании выступил также прокурор города Андрей Чижов. Глава города еще раз подчеркнул персональную ответственность всех руководителей по обеспечению должного порядка в период новогодних праздников. Я думаю, что все у нас будет нормально, все доступны. По линии у нас администрации будут дежурные по городу. ЕДДС в круглосуточном режиме. Все службы дежурные будут работать. Поэтому наша задача, чтобы 12 числа на работу все пришли, все живые, без потерь, безо всего, с хорошим здоровьем. Я всем этого желаю. Список дежурств ответственных должностных лиц в организациях, учреждениях на весь период новогодних и рождественских каникул с указанием их мобильных телефонов будет представлен в отдел единой дежурной диспетчерской службы. Как хочется обратиться к гражданам, все-таки, несмотря на праздники, на хорошее настроение, не терять бдительность при проведении праздничных мероприятий, обращать внимание на подозрительные предметы, возможно, оставленные при проведении этих мероприятий на территории учреждений, где-то на елках, при большом скоплении людей. Обращать внимание на людей, которые ведут себя подозрительно и незамедлительно сообщать об этом правоохранительные органы по имеющемуся телефону. Дежурную часть, либо единую дежурную диспетчерскую службу администрации города. Хочется поздравить всех жителей города Лубня с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, счастья и безопасных выходных и праздников. В принятом совместном решении комиссии определены задачи для всех структур, обеспечивающих жизнедеятельность города, безопасность его жителей. Валерия Каменева, Дмитрий Жуков, Лариса Панина, Александр Михайлов, телекомпания Лубня.